МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как всегда в это время в эфире канала ПС программа «Городские подробности». С вами Артемий Заварзин. И вот о чем мы расскажем сегодня. Переход на зимние расписания. В архангельские перевозки горожан с островов начали осуществлять буксиры. О текущей ситуации на реках города говорили на совещании в мэрии Архангельска. В столице Поморья открылся первый региональный слет социальных предпринимателей. Какие темы волнуют его участников и над какими проектами идет работа, расскажем через несколько минут. Достойные продолжатели дела великого ученого в Архангельске вручили ломоносовские премии и имена лауреатов в нашей программе. Роботы и 3D-технологии. С этим и многим другим школьники знакомятся в Центре молодежного инновационного творчества, где побывала наша съемочная группа. Сохраняя народные традиции, в Архангельске стартовал фестиваль «Архангелогоровские гостины». Кроме развлекательных мероприятий, в рамках фестиваля насыщенная образовательная программа для специалистов культуры. Продолжение отопительного сезона и старт буксирных перевозок – вот только несколько тем, которые были в Центре внимания участников совещания в мэрии города. На минувшей неделе в жилых домах и объектах социальной сферы города выдерживался необходимый температурный режим. На теплосетях чрезвычайных ситуаций не было, но возникла одна нештатная. 14 ноября, это в субботу, в течение дня не выдерживался температурный график на петельной аэрофлота, это «Рочников-1». Причина – переход на вторую емкость, неквалифицированно сработал персонал. Значит, выезжали, все было под контролем. К концу дня температурный график восстановили. Устранять дефекты на сетях в кратчайшие сроки – такую задачу ставят городские власти перед энергетиками. Да, я понимаю, что работы ведутся, там оперативно делаете, но я понимаю, что была небольшая задержка в связи с резким похолоданием. Вот, надеюсь, что потребители не страдают, да, и получают, скажем так, услугу по отоплению ГВС в полном объеме. Участники совещания обсудили обстановку на реках Архангельска. В Маймаксе и Соломбале начали работу буксиры. Они связывают с материком острова Бревенник и Хабарка. Выход и выезд на лед в черте города запрещен. Подрядные организации полностью готовы к обустройству ледовых переправ и приступят к их наведению при образовании льда необходимой толщины. Во вторник завершила работу комиссия по отбору кандидатов на должность главы муниципального образования города Архангельск. К 10 утра претенденты на этот пост собрались в холле перед залом заседаний городской думы. Как ни странно, но конкурсный день для кандидатов начался с фото на память. Когда еще соберутся вместе, ведь работать на посту главы города предстоит только одному. Пока кандидатов 9. Это министр ТЭК и ЖКХ области Игорь Годзиш, депутат областного собрания Сергей Пивков, бывший заместитель начальника регионального управления ФСКН Сергей Юрковский, блогер Михаил Шишов, профессор Софу Юрий Барашков, а также предприниматели Виталий Львов, Владимир Повалихин, Андрей Соломатин и Рован Шестаков. В начале кандидатов ожидал письменный экзамен, тест из 50 вопросов на знания конституционных и законодательных норм. Затем экзамен устный, собеседование по программам развития Архангельска, которые кандидаты представили на конкурс. Безусловно, одно из важных будет моментов, это услышать, как человек эту программу на самом деле будет представлять самостоятельно и сможет ответить на те вопросы, которые возникают. Конкурсная комиссия работала в течение пяти часов. Предполагалось, что ее представители из девяти претендентов выберут двоих или троих кандидатов. Однако... Посмотрели и по результатам тестов, и по результатам собеседования, подготовки программы, понимание проблематики города, предложения по их реализации. И в целом сошлись, что наиболее подготовленные из кандидатов это, безусловно, будет же, Григорий Викторович. Я считаю, что ряд программных предложений, которые были у кандидатов, можно, в общем-то, будет потом обобщить тому, кого поддерживает депутат Архангельской городской думы, и с этим идти дальше реализовывать. Это первое. И второе, опять же, по итогам решения сессии Архангельской городской думы, я думаю, что ряду кандидатов имело бы смысл вообще-то сделать предложение и как-то совместно решать вопросы в городе Архангельске. Кандидатуру Игоря Годзиша на пост главы Архангельска городские депутаты рассмотрят на очередной сессии 25 ноября. Для выборов необходимо большинство голосов от списочного состава депутатов. В столице Поморья открылся первый региональный слет социальных предпринимателей. Он организован фондом «Наше будущее» при поддержке правительства Архангельской области, САФУ имени Ломоносова и Архангельским центром социальных технологий «Гарант». Социальное предпринимательство – явление молодое, и многие исследователи называют его четвертым сектором экономики, наряду с государственным, частным и благотворительным. За рубежом оно существует уже более 30 лет. В эпоху рыночных отношений пришло и в Россию, где в силу экономических причин и законодательной неурегулированности пока не получило должного развития. Социальный бизнес – это все-таки это состояние души. Люди его делают не из-за выгоды извлечения прибыли, они другая выгода. Они хотят изменений и улучшений. Допустим, если кто-то занимается со стариками, они и так будут заниматься со стариками. Но если им чуть помочь, то они будут лучше это делать, более профессионально. Им будет просто проще, они больше могут сделать каких-то вещей. Понимание этого сложилось и у власти. Не случайно организатором первого слета социальных предпринимателей выступило правительство Архангельской области, которое продолжает курс на поддержку развития социального предпринимательства на уровне региона. Соответствующая программа действует второй год и продлена на 2016 год. При этом объем финансовой поддержки проектов не снижен, несмотря на сложности с бюджетом. Понимание необходимости развивать этот сектор экономики сложилось и у руководства областного центра. В чистом виде предприниматель социальный не получит больших доходов. Мы это все понимаем. На сегодняшний день, что у нас происходит в городе Архангельске, это поддержка открытия детских дошкольных групп, поддержки групп, содержания детей. То есть это не в чистом виде детский сад. Лицензию получить им достаточно сложно. Но сами группы, дневного времени препровождения детей, у нас открывается уже третий год. Средства на организацию частных детских садов городские власти выделяют совместно с областным и федеральным бюджетом. Открыто уже несколько таких групп, в которые ходит 100 детей. Создано около 40 рабочих мест. Назвать этих предпринимателей социальными пока не позволяет законодательство. Нормы отсутствуют. Но по сути, это и есть социальное предпринимательство, считают в руководстве города. Как и ТОСы, которых в Архангельске уже 10. Это тоже социальное предпринимательство. Они вкладывают свой вклад. До 10-15% собственных средств население вкладывает в развитие собственной территории. Сегодня это островные территории, но есть и округи Вараевина, фактория в Майской горке открывается. Они строят тротуары, ставят скамейки, где-то ухаживают за... спиливают высокие тополя. То есть это все люди благоустраивают собственную территорию. Почему бы это не назвать социальное предпринимательство? В наше понимание это так и есть. На слете шла речь, как в отсутствии четко сформированной позиции государства и его законодательной поддержки, вести развитие социального предпринимательства на местах. Как показывает архангельский опыт, это возможно. Формировать творческое мышление необходимо с детства. В этом уверены и в Архангельском центре молодежного инновационного творчества. Как растят будущих инженеров и как воплощают они свои смелые идеи, об этом они и сами рассказали нашей съемочной группе. Царство чудо-машин и точных расчетов. Вот на таком 3D-принтере можно сделать, кажется, все, что фантазии угодно. Результаты объемной печати не без восторга оценивают гости Центр молодежного инновационного творчества. Здесь на один квадратный метр площади минимум один будущий инженер. Пятиклассник Данил Поляков явно опережает школьную программу. Он сам построил и за пару дней запрограммировал своего робота. Самое интересное у них это то, что сам без помощи человека передвигаешься. Но я давно хотел построить робота, еще с пяти лет. В Центре инновационного творчества есть и гравировочные станки, и устройства лазерной резки. Открылась эта научная лаборатория этим летом. Через ее образовательные программы уже прошло шесть сотен молодых и изобретательных. Здесь дети занимаются конструированием, робототехникой. И мы организуем мастер-классы и курсы по 3D-моделированию. Мы сдаем именно практические направления. В школах такому не научат, поэтому учителя технологии и информатики Архангельска смогут использовать Центр как живую иллюстрацию того, куда могут привести учеников их технические фантазии. Вот такое взаимодействие в городе системы образования, системы дополнительного образования и инновационного центра по поддержке молодежи предпринимательства, это будет очень важно и интересно. Это популяризация вот этих направлений, связанных с инновацией. Изобретений в Центре десятки, впрочем, главное не количество, а перспектива. Молодежь, которая здесь остается, она дальше может производить что-то свое, какое-то изобретение, которое здесь же можно потом будет с коллегами и запатентовать. Дальше пойти, как мы сейчас понимаем, в тот же фонд Бортника в Москве, который дает до 10 миллионов рублей на разработку твоих инноваций. Основная задача – подкрепить идеи деньгами, чтобы технические достижения реально работали. Ведь, как говорят в Центре, утолить жажду придумывания в его стенах может каждый. Достойные продолжатели дела великого ученого. 19 ноября, в день рождения Михаила Ломоносова, по традиции, состоялось вручение ломоносовских премий. Из шести наград две учреждены мэрией Архангельска и вручаются молодым ученым. Свои труды лауреат Ломоносовской премии в номинации «Молодой ученый» Ирина Крайнова посвятила подрастающему поколению, исследовав особенности развития сердца у юных северян. Мы провели исследование детей северян, исследование сердца детей, выявили границы тех параметров, с помощью которых можно выявить заболевание сердца на очень ранних стадиях. Общеизвестно, что чем раньше мы выявим заболевание, тем лучше прогноз. Возможно, даже приостановим развитие этого заболевания. Лауреатами Ломоносовской премии в номинации «Молодой ученый» и учрежденной мэрии Архангельска стал и авторский коллектив специалистов СГМУ, которые создали уникальную лабораторию диагностики туберкулеза. До создания этой лаборатории диагностика занимала недели и месяцы. Сейчас же, в течение двух часов, мы проводим диагностику туберкулеза абсолютно бесплатно для всех жителей Архангельской области. Премия имени Ломоносова была учреждена администрацией Архангельской области и мэрии Архангельска в 1998 году. Традиционное ее вручение прошло во время ломоносовских чтений. Архангельска области во многом сочетается с именем Ломоносова не только в нашей стране, но и в мире в целом. И мы, как члены Ломоносовского фонда, чтим память Михаила Васильевича. Вы посмотрите, полный зал опять собран. Приехали фигуры федерального масштаба, чтобы вспомнить, послушать доклад и, естественно, почтить память этого великого ученого. Лауреаты Ломоносовской премии в номинации «Молодые ученые» получили от мэрии Архангельска по 50 тысяч рублей. Подарок приятный, но это, как отмечают призеры, далеко не главное. Куда важнее для ученых тот факт, что результаты их исследований уже сейчас находят широкое применение, а значит служат на благо развития нашего города. К другим темам. В минувший четверг тема и номер один, как для коммунальных служб города так и для автомобилистов стал снег, который почти сутки шел в Архангельске. Тему продолжит Елена Матвеева. Временами снег. Сегодняшней ночью Архангельск встретил первый сильный снегопад 7 миллиметров осадков. Начиная с 4 утра на главных улицах и мостах города работало 18 единиц спецтехники. Для коммунальных служб первый снегопад неприятным сюрпризом не стал. Его они встретили в полной боевой готовности. Техникой ударили по снежному нашествию. Всего для уборки города задействовано более 60 единиц техники. Особое внимание дорогам первой категории, пешеходным переходам и тротуарам. В первую очередь убираем главные артерии города. Это улица Воскресенская, проспект Троицкий, проспект Ленинградский, Галушино-Московский, приорозальный район. Сложности это, интенсивное движение и снег постоянно идет. В принципе, ребята молодцы. Все, с утра уже чистят, начали чистку, так как без них движение в городе было бы более затруднено. Этим утром исполняющий обязанности главы муниципального образования города Архангельск Святослав Чиненов поставил перед коммунальщиками задачу активизировать работу подрядных организаций. Муниципальный аркомхоз для предотвращения гололеда уже посыпает трассы песко-соляной смесью. Ее запас на предприятии составляет 12 тысяч кубометров. Работа у нас построена круглосуточно. С этого года у нас в ночную смену выходят три мастера. Раньше было по одному, по два. С этого года мы увеличили количество инженерных составов вот именно по содержанию города. На этой ночи у нас будет организована вывозка снега. Будет пять звеньев, это погрузчики и по три самосвала. Впрочем, осложнил жизнь снегопад не только коммунальным службам. На дорогах тут и там образовывались пробки. Напряженный трафик в заснеженном городе привел к увеличению количества ДТП. В частности, на 14.00 по городу Архангельску произошло 25 дорожно-транспортных происшествий и два учетных. Для сравнения, сутки назад такая же цифра была всего за дежурные сутки. Хочется обратить внимание всех участников дорожного движения на соблюдение требований правил дорожного движения. Водители – это соблюдение скоростного режима, пешеход, повышенная осторожность. В городской ГИБДД призывают по возможности отказаться от личных авто во время снегопада. Тем временем, работы у коммунальных служб и дворников в ближайшее время меньше не станет. Синоптики прогнозируют, снег в Архангельске будет идти и на следующей неделе. В Архангельске начал работу третий фестиваль традиционной народной культуры «Архангелогородские гостины». В этом году его открыла международная научно-практическая конференция «Народные традиции» и современная детская праздничная культура. Выдающиеся ученые, деятели культуры и искусства познакомили архангельских специалистов с тем, как бережно и разумно развивать народные культурные традиции. Профессор кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников Санкт-Петербургского Университета культуры и искусств Александр Березин рассказал слушателям о том, как применять народные традиционные элементы в структуре детского праздника. Обязательно должны сохраняться традиционные элементы всех праздников, но насыщенные уже каким-то новым содержанием. И, конечно, сохранить нужно стилистику, найти стилистику того времени и нашего. Это очень сложно. Без чего не бывает детский праздник, на чем основывается мифологическое сознание ребенка о педагогической агрессии в детском празднике. Этим вопросом посвящена работа «Дети. Праздник. Ритуал». Ее автор – руководитель Центра исследований детской литературы Института русской литературы из Санкт-Петербурга Валентин Головин. В Архангельске очень правильное название «Народные традиции и современная детская праздничная культура». То есть это очень умное и очень правильное название, потому что нет этих фраз, которые не могут существовать. Например, сохранение народных традиций в детской жизни или возрождение народных традиций. Я хочу ввести мнение своих оппонентов тех идей, которые я буду предлагать. Фестиваль «Архангелогородские гостины» проводится в столице Поморья с 2013 года. Его цель – сохранить актуальность традиционной народной культуры. В прошлом году темой пленарного заседания была праздничная обрядовая культура русского севера. В конференции 2016 года организатор мэрия Архангельска сделала акцент на детскую праздничную культуру. Очень символично, что фестиваль, призванный сохранять, развивать неповторимые самобытные праздничные традиции и обычаи нашего Поморья, проходит именно в Архангельске. Наша задача – сохранить традиционные праздники, обряды, развивать добрые народные традиции, наши народные обычаи. Это все позволит нам не потеряться, не потеряться нашему российскому народу, не потеряться малым народом и народностям, не потеряться во времени и передать детям и молодежи наш житейский, наш духовный опыт, наш опыт и опыт, накопленный предшествующими поколениями. Традиционно научно-практическая конференция не ограничивается пленарным заседанием. Участников ждут интересные семинары, творческая лаборатория и мастер-классы. На сегодня все. Я, Артемий Заварзин, прощаюсь с вами с пожеланиями всего самого доброго. До встречи на канале ПС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Семкин Корректор А.Егорова